Здравствуйте! В эфире «Время новостей МИАС». С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Валентин Ефимов. Смотрите сегодня выпуски. Кошмара, как в Кемерово, мы допустить не должны. Губернатор о проверке ТРК. Сезон клещей. Стартовала вакцинация от энцефалита. Пасху отмечают православные. Как в МИАСе пройдет праздник. Кошмара, как в Кемерово, мы допустить не должны. Этот потребовал губернатор Борис Дубровский от руководителей ТРК, приглашенных на совещание в правительство с МЧС и прокуратурой. Они выявили нарушения в 45 торговых центрах. 17 из них находятся в Челябинске. Самым опасным ТРК признана Куба. На 6 из них, это 35%, имеются нарушения требований пожарной безопасности, связанных с автоматической пожарной сигнализацией, в том числе ТРК Куба. На 17 объектах, то есть на всех, имеются нарушения требований пожарной безопасности, связанных с содержанием пути эвакуации людей в случае пожара. На 4 объектах, это 24%, имеются нарушения требований пожарной безопасности, связанных с системой автоматического пожаротушения, в том числе ТРК Куба. На 5 объектах, 29%, имеются нарушения требований пожарной безопасности, связанных с системой противодымной вентиляции зданий, в том числе ТРК Куба. Стоит отметить, что основные торгово-развлекательные комплексы, их 154 на 2015 год, нами проверялись после пожара в торговом комплексе «Адмирал» города Казани. И, к сожалению, ситуация на данный момент времени по сравнению с 2015 годом очень мало изменилась. Безусловно, понимая, что комплекс по конструктиву действительно схож с объектом города Кемерово, мы прекрасно раздаём себе отчёт о том, что у нас висит колоссальная ответственность. Поэтому, в любом случае, все требования, которые предъявляются к объекту, и эти замечания не есть, мы, соответственно, исследуемся в кончайшие сроки, значит, мы к этим замечаниям будем в стране. Как говорят, умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Ну, мы никогда не следуем этой пословице, мы живём как получится всегда. Но очень хотелось бы, чтобы в очередной раз вы посмотрели, что там происходит, тот ужас, который там происходит. Во-первых, просто прониклись вот этим ощущением ответственности своей за тех людей, которые, по сути, являются вашими клиентами. Они ваши клиенты, они вам формируют. И денежный поток, и всё остальное, именно они вам формируют. Не ваши арендаторы, а именно они, вот эти люди, которые, собственно, там вот погибли, в Кемерово. И, по сути, которых мы ставим под риск в ваших центрах. Ну, раз, вот я сейчас Юрий Николаевич о чём сказал, я, говорит, не увидел, что с момента последней нашей проверки что-то улучшилось. Это вот это беда же, да? Вот это же беда. Это же не значит, что четыре года можно ничего не делать в этом направлении. Этого кошмара на территории Челябинской области допустить мы не должны. Не полоса препятствия, а детская площадка. Жильцы нескольких домов по проспекту Октября уже несколько лет пытаются решить застарелую проблему с подтоплением своего района. Вода просачивается в подвалы, заливает тротуары, а на месте игрового комплекса уже давно разлилось озеро. Проблема для города не нова, но в каждом таком случае есть свои нюансы, о которых и пойдёт речь в нашем следующем материале. Детская площадка между домами 65 и 69 по проспекту Октября сегодня похожа на озеро. Качели стоят в воде, а песок уже давно превратился в грязь. Год назад картина была ещё хуже. Весной, когда таял снег, и летом во время дождей заливало весь двор. Вода подмывала основание одного из домов и уходила в подвал, затопляя его почти полностью. Тогда же по этой причине произошло замыкание электрощитка, и дом на три дня остался без электричества. Исправить ситуацию удалось созданием искусственного торфяного барьера. До этого года у нас вода вся шла в подвал. В подвал нашего дома. Топило подвал. Мы организовались и отсыпали торфом, всю полосу торфом. И сейчас вода вместо того, чтобы идти в подвал, она вот сейчас на площадке, на детской площадке. Избавившись от одной беды, жильцы приобрели другую. Силами жителей ДСЖ 65-го дома и управляющей компанией «Здоровый дом» Удается поддерживать порядок в общем дворе, но так как территория детской площадки принадлежит городу, необходим комплексный подход. Многократными обращениями в администрацию округа удалось добиться ответа главы, в котором он лишь рекомендует управляющей компанией «Здоровый дом» заняться площадкой. Впрочем, и оно затерялось в руках тех, кто писал жалобы. Нам, во-первых, не поступала эта рекомендация от главы, от Васькова, чтобы мы, как говорится, приняли какие-то действия. Во-вторых, мы также не знаем, кто подавал это обращение, жалобу. С советом дома, что в 69-м, что в 65-м мы активно работаем во всех смыслах этого слова. В плане облагороживания придомовой территории, также нашей общей детской площадки. Проблема, да, это текущая, она не аварийная. В данном случае, что могу сказать по этому поводу? Здесь не предусмотрено отведение ливневых вод. Как рассказал нам Александр Бородин, все, что нужно для того, чтобы исправить ситуацию, это поднять площадку на уровень выше. Для этого нужен обычный речной песок. В период таяния снега и во время дождей он не превращается в грязь и не растекается кашей за границей площадки. Впрочем, проблема никуда не денется, считает председатель ТСЖ дома номер 65, проспекта Октября. Отсыпка детской площадки, я считаю, что проблему не решит. Проблему площадки она решит, но после этого будет тонуть подвал 69-го дома. То есть проблему эту нужно решать по отведению воды от 69-го дома. То есть в итоге все-таки ливневка? Да, ливневка. Мы обратились к представителю депутата Светлане Береговой, которая уже долгое время является председателем общественного совета округа. Мы поинтересовались, знает ли Константин Башлыков о многолетней проблеме жителей его округа и что планируется предпринять. Оказалось, что дело не стоит на месте. Пытались самостоятельно сделать ливневку, но отказали вышестоящие органы в связи с тем, что этот дом сделан по проекту и никаких новых проектов принимать не будут. Качок Александр Александрович сообщает, что в этом году будут проведены ревизии, ремонт всех ливневого города. Надеемся, что мы попадем именно под эти работы и будет этот вопрос окончательно решен. Пока власти пытаются найти выход из сложившейся ситуации, дети все еще надеются, что на их площадке можно будет играть, не опасаясь замочить ноги или утонуть. Валентин Ефимов, Юрий Карпов, ОТВ МИАС. Вакцинация началась. МИАСы ставят прививки от клещей. Уже 670 горожан привились от энцефалита. Где можно поставить вакцину и сколько она стоит? Расскажем в сюжете. Поднимайте ключи. Пока. Житель МИАСа Андрей Крылов с нетерпением ждет теплого сезона. Рассказывает, живет вблизи леса и любит там прогуливаться вместе с женой. Прививаются от клещей всей семьей. Каждую весну, потому что живем в лесном массиве, хочется погулять по лесу. Не ждать, ждать осени поздней, когда клещи уйдут. Чтобы обезопасить себя, ставим прививки. Я до жена. На сегодняшний день в МИАСе прививки сделали 206 горожан. Из них 62 – дети. Еще 467 человек, в том числе 3 ребенка, прошли ревакцинацию. Ведь одной прививки для защиты от энцефалита недостаточно. Это приводит не только к случаям заболеваемости от клещевого энцефалита, но даже к смертельным исходам. То есть конкретно прошлый год, в 2017 году, летальный исход наблюдался у мальчика, который прививался в 2011 году, получил полную схему вакцинации, но затем не ревакцинировался, поскольку далее шли уже платные услуги. И после укуса клеща ему был поставлен моноглобулин, но мальчик не только заболел и умер. И аналогичный случай, но уже у непривитого мужчины. Желающим привиться против клещевого энцефалита необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Вакцина существует российская и импортная. И та, и та стоит 850 рублей и продается непосредственно в процедурных кабинетах. Медики советуют приобретать отечественную вакцину, так как она наиболее приспособлена для местного штамма вируса. В целом по области завершили иммунизацию более 4000 южноуральцев, в том числе почти 800 подростков. В нынешнем году за счет областного бюджета вакцинируются дети 3-4 лет, а повторную прививку могут поставить дети дошкольного возраста, привитые в 17-м году и учащиеся вторых классов. Геолого-разведочный колледж МИАСа встречает студентов из городов Челябинской области. Повод серьезный. Олимпиада по системам автоматизированного проектирования. За несколько часов участникам необходимо выполнить задание, которое под силу только настоящим специалистам. Наша съемочная группа постаралась не нарушить тишину аудитории, в которой проходят испытания и побеседовать с участниками. Среди участников сегодняшней Олимпиады Руслан Ковынев, студент МИАСского геолого-разведочного колледжа, занят выполнением серьезного задания – составлением модуля машиностроительной сборки по исходным данным. Для Руслана это не первое испытание и, как надеется сам студент, не последнее. Будущий специалист уже стал победителем регионального чемпионата WorldSkills. Следующий этап – испытание своих знаний в городе Комсомольск, где он попытается отобраться на Россию. Это адский труд. Это три дня ты по шесть часов сидишь, не вставаясь с места, работаешь, чтобы в конце насладиться победой, чтобы овации зала получить. Ну, это наслаждение. В аудитории тишина, слышен лишь звук работающих компьютеров и уверенные клики компьютерных мышей. На выполнении задания всем участникам дается четыре часа. Студенты из шести городов Челябинской области участвуют в Олимпиаде по системам автоматизированного проектирования. Эта Олимпиада проводится второй год в нашем заведении по системам автоматизированного проектирования. Но она сродни, скажем так, направлению компетенции инженерный дизайн КАД по стандартам WorldSkills. Мы ее в прошлом году, скажем так, первый раз провели с целью, чтобы она стала как этапом для подготовки более такого серьезного и масштабного конкурса, как WorldSkills. Тем временем педагогам, приехавшим вместе со студентами, геолого-разведочный колледж проводит экскурсию по местным музеям. Показать и похвастаться есть чем. Впрочем, даже редкие экспонаты не могут отвлечь от переживания за своих студентов. Здесь из шести городов сегодня Челябинской области ребята. Причем практически со всеми ребятами мы уже знакомы. На WorldSkills уже участвовали очень сильные ребята, можно сказать, монстры Челябинской области. Инженерный дизайн КАД, то есть очень сильные студенты. И я не знаю, на какое место. Тут очень трудно предполагать вообще, какое место можно занять. Геолого-разведочный колледж старается вкладывать силы не только в образование будущих специалистов, но и своих педагогов. Сейчас студенты колледжа готовятся к уже другой олимпиаде, которая будет проходить на Дальнем Востоке. Руководство, как и сами учащиеся, надеются выйти на уровень всей России. Продолжение сегодняшней олимпиады пройдет завтра, но уже на школьном уровне. У нас около 12 школ уже заявились для участия в нашей миасской, так сказать, олимпиаде. Поэтому это вот тоже поднимаем авторитет профессии, специальности этой. И дальше, так сказать, школьник, студент, выпускник вуза, грамотный инженер, системотехник и так далее. Напомним, что в прошлом году студентка колледжа Дарья Павлова заняла первое место во всероссийском конкурсе парикмахерского искусства, пойдя в десятку лучших парикмахеров России. Палентин Ефимов, Юрий Карпов, ОТВ. В это воскресенье верующие отмечают один из главных православных праздников – Пасху. В Миасе богослужения будут проходить в восьми храмах. В ночь с 7 на 8 апреля к обеспечению безопасности привлекут 45 сотрудников полиции и 47 представителей казачества. К празднику верующие горожане готовятся тщательно, а в ночь на Пасху идут в храмы. Обычно количество прихожан исчисляется сотнями. Во всех храмах города в ночь с 7 на 8 апреля состоится крестный ход и праздничное богослужение Святой Пасхи, которое завершится причастием в храме Богоявления, в Комарова, улица Колесова, 21. Служба начнется в 23 часа, а в воскресенье в 15 часов в центре досуга поселка строителей состоится пасхальный концерт. Весна не спешит радовать теплом. МЧС объявила экстренное предупреждение. В выходные принесут мясом мокрый снег, дожди и гололед. Главное управление МЧС по Челябинской области объявило сегодня, 6 апреля, экстренное предупреждение из-за надвигающейся непогоды. По данным Челябинского гидрометцентра, днем ожидаются сильные осадки, мокрый снег и дождь, а также гололед. В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. В условиях недостаточной видимости водителям следует максимально снижать скорость, увеличивать дистанцию до движущихся попутно автомобилей. У меня на сегодня все. Наши сюжеты доступны на сайте 1обл.ру, а также в группе ВКонтакте телевидения МИАСа. Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 00 55. А сейчас сюрприз для внимательных. Разыгрываем билеты на концерт Еромонаха Фотия. В последнем сюжете мы рассказывали о том, что в воскресенье в центре досуга поселка строителей пройдет пасхальный концерт. Во сколько он будет? Присылайте ответ на электронную почту otv.miassobakamail.ru